Всем привет! Сегодня воскресенье, 28 июня. Очень жаркое утро, очень сильный ветер и адреналин уже просто витает в воздухе. Все дело в том, что сегодня в Одессе, на мой взгляд, проходит событие, которое действительно ставит наш город на мировой уровень. Сегодня здесь чудо мотоспорта. От кольцевой гонки, вдумайтесь сами, кольцевая гонка, до стандшоу. Сегодня проходит таракан-трофи. Это первое событие такого уровня. Мы, слушайте, еще немножко превратились в Монте-Карло. Это канал Green Jack на YouTube. Всем привет еще раз. Итак, несмотря на сильный ветер, гонка все-таки состоится, таракан-трофи. На мой взгляд, это удивительное событие. На моей памяти это впервые. Мне интересно, до последней степени. Говорят, что у гонщиков нет абсолютно никаких забабонов, как говорят, на тему до стартового интервью. Поэтому попытаемся выяснить, кто из них не сильно занят, узнаем некоторые моменты, которые лично я уже заметил. Ребят, привет. Вы участвуете в этом заезде? Да. Прямо сейчас, через 15 минут? Да, вот. Уже едем. На горячую. Хорошо, ребят, откуда приехали? Киев. Вы из Киева. Как называетесь? The Riders Racing Team. В Одессе уже были? Да, в прошлом году мы здесь тренировались с ребятами, с местными. Тут были тренировочные сборы. У нас так, в принципе, знакомые. Но техника в тот раз была другая. В этом году мы вот обкатываем ЦБР. Я с трудом понимаю, что это. Это вот эти вот, да, звери? Это хонды. Это вот черные звери вот эти. Черный, синий. Так, кто нахто ездит на этом красавце? Рассказывай. Что это? Это хонда ЦБР РР. Всего есть, ну, как бы обычно делятся спорты на 600 кубов и литровые. Это 600 кубиков. У нас, в принципе, одинаковые машины, просто с разным пластиком на них. Это мой, меня Леня зовут, это Сашин. Скажи, Леня, я-то уже разобрался, но не до конца. Зачем? Грелки. Это грелки. Это грелки. То есть на колесах это грелки. Да. Объясняю, грелки на колесах. Для того, чтобы, ну, да. Греть колеса. Греть колеса летом. Температура 33 на солнце, да, вас не смущает. Сколько надо разогреть ее? 80. Надо, чтобы было 80, тогда резина будет липнуть, тогда в повороте ты себя чувствуешь даже. Можно потрогать? Да, пожалуйста. А меня не ударит током-то? Нет, пока еще даже не догрелась, пожалуй. Она реально, она реально горячая. Ну, как? Привет. Привет. Меня зовут Саша. Даша. Очень приятно. Покатаешь? Нет. Как его зовут? Ну, Джексиуня, просто Джексиуня. Слушай, давно ты на нем ездишь? На этом конкретно. Сегодня у третьего есть. А, так это новый вообще? Ну, почти, да. А сколько ты вообще ездишь? Четвертый сезон. Четвертый сезон? Да. Скажи, были какие-то страшные моменты, когда сказала, все, бросаю, не хочу этим заниматься больше? Нет. Моменты страшные были, такого желания бросить не было. Ты побеждала где-то? Во вторые места. Кстати, откуда ты приехала? В Днепропетровск. Днепропетровск. Расскажи, почему ты сегодня без байка? Потому что я приехал со своим другом на машине. С трудом выговариваешь слово машина после... Машина, да. Есть только одно слово, байк, да? Слово машина нет? Мотоцикл. 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 А как же они размножаются? Почкованием, деталями, через разборки. Расскажи, на наш взгляд, это самый лучший мотоцикл, визуально, во всяком случае, самый большой и самый страшный. Ну, это спорт-турист, он очень тяжелый, он в категории не вписывается, конечно, в любителях придется ехать. Какой здесь объем? 1200 литров, 172 лошади, вес 265 килограмм, спорт-турист, рассчитан для покорения больших расстояний. Буквально недавно, месяц назад я с Ирана приехал, в Иран ездил на нем. Спасибо огромное, желаю удачи в гонке. Да, здорово. Так, Сережа, расскажи в двух словах, что сегодня здесь будет? Сегодня здесь, в Одессе, впервые проходит гонка Мотоцикл Трофи 2015. Значит, я не ошибся, ты такой впервые, не только на моей памяти, но и в истории нашего города. Да. С чем я поздравляю Одессу, Одесситу и всю Украину. Следующий вопрос, сам будешь в заезде? Да, обязательно, я в первую очередь это для себя устраиваю. Сколько ты лет в гонке? Лет 15, как вышел на пенсию, начал заниматься мотоцикл. А, ты что, и пенсионер? Да, конечно. Я думал, что несовершеннолетних уже допускают до гонки. Спасибо за комплимент. У тебя живой мотоцикл? У тебя есть имя? Это мальчик или девочка? Нет, это мальчик Ямаха Р6. Другого имени нет, потому что там было с именем. Максимальная, самая страшная история, которая произошла с тобой? Самая страшная история? На гонке. На гонке, да. Самая страшная история на гонке, это город Киев-Чайка, когда на скорости 160 километров я вошел в отбойник головой. Амнезия. Неделю я вспоминал, как меня зовут. Потом еще до недели кому должен денег и не вспомнил. Но, лежа в скорой помощи, услышал свою фамилию награждения, я выбежал на сцену вместе с капельницей. Шампанское на медали, и я всех поливал кровью. Было вот так. Абсолютно безопасный вид спорта, теперь и в Одессе. Удачи тебе в гонке. Спасибо, ребята. Спасибо за этот праздник большой скорости и сжженной резины. Спасибо. Всех ждем на празднике спорта, скорости и адреналина. Уверен, что этот байк сегодня не будет гоняться ни с кем. Что это у вас, расскажите? Уральчик старенький, от дедушки достался. Вы приехали чисто похвастаться, да? Нет, чисто посмотреть. Значит, японскую технику мы видели, это немецкая техника. Что лучше? Лучше немецкая, конечно. Чем? А, чем японская, понятно. Но чем лучше? Лучше всем. Ну, расскажи, вот почему вот этот байк лучше, чем Хонда? Расскажите, что это? Этот байк, это BMW R9T. Он выпущен на 90 лет компании BMW Motorrad. И в честь 9 десятилетий успеха, скорости, инноваций. На сегодняшний день это один из самых востребованных мотоциклов BMW. Назначение, а какой функционал твой? Это Coffee Racer. Конкретно этот мотоцикл, это Coffee Racer. Это выпущен мотоцикл с модели C100. Еще старого ретро мотоцикла. Ага, то есть это реплика. Это реплика, это реинкарнация. То есть это уже обновленная модель. Она не имеет ничего лишнего. Здесь только система ABS. Здесь нет трекшн-контроля. То, что присуще всем мотоциклам BMW. Но у нас сегодняшний день один из самых лучших управляемых мотоциклов. Сколько стоит такой байк? Этот мотоцикл стоит 17 тысяч евро. Окей, окей. Я переездил практически на всех японских мотоциклах. И могу сказать, после того, как я сел на BMW, я понял, что такое техника и что такое настоящие мотоциклы. Скажи, а бывают драки, допустим, владельцы Honda против владельцев BMW? Не знаю. Я пока не участвовал в них. Мы все как бы друзья, мотобратья. То есть если я сейчас организую, ты подключишься? Обязательно. Спасибо огромное. Спасибо. Классная тачка. Тише, осторожно. Да, я не готов, я был к таким перемещениям. Тут реально надо в крызе бехать. Что самое сложное в гонке? Вот какой самый сложный момент на трассе? Решиться выехать. Купить мотоцикл наконец-то? Решиться выехать. Нет, серьезно. Вот как бы решиться выехать, это очень, ну, стать участником. Это очень тяжело. Все время кажется, а, у тебя закюнингован, у тебя все, я не смогу. Ааа, и не еду. Вот я не еду. Серьезно? По этой же причине. Да, серьезно. Какой у тебя байк? Мы были, сейчас нет. Почему? Фонды, фонды. Скажи, а как тут уходит поворот? Зачем оттопыривает колено так вот, кукетливо? Это для меня, для меня. Это, скорее всего, для того, чтобы спрашивали. А ну, на самом деле, эти колени оттопыривают. Не, ну, просто в двух словах не объяснишь. Дело же не в колене, он сам висит весь. Серьезно? Ну, конечно. На центробежной силе? Да, нет, он центробежную силу как раз гасит, чтобы мотоцикл не ушел наружу, чтобы не давить на него. Он повисает сбоку, мотоцикл едет как бы сам. Скажи, ну, вот сядешь еще? Конечно, ну, конечно, что я не ломался, что ли. Просто дорого сейчас все. Спонсоры, спонсоры надо. Есть спонсоры. Спонсоров нет. Сами над этим работаем. Какой красивый здесь. Вот же эта стена, видите? Так, да. Красивый. Хорошо, спасибо огромное. Садись, скорее, в Судло, нам говорили, что ты хороший наездник. Будем смотреть. Он отлично наездит. Да, такое. Ту-ту! Вот так. Давай, давай, и соль покрышки. Мне кажется, что я никогда не сяду за байк, потому что, во-первых, как сказали люди, это дорого. Во-вторых, это очень страшно. В-третьих, это опасно. Вот Витя падал два раза, разбивался, и все, условно, один раз сломал позвоночник. Витя, ты сядешь еще на байк? Конечно, сядет. Будут деньги сядут. Да-да-да. Да-да-да, он сядет на байк. Он сядет, он поедет. И будет в числе лучших, я уверяю. Да, Витька? Короче говоря, таракон-трофи хотят сделать один раз в год. А что касается разнообразных заездов, квалификационных и просто тренировочных, то, скорее всего, эта трасса будет эксплуатироваться и дальше. С какой частотой, никто не знает, да? Да. Да. Но таракан-шоу будет ежегодным. Ежегодно. Таракан-шоу, е-е-е-е. Всегда есть люди, которые украшают кадр. Всегда. Спасибо тебе, Сань. Спасибо тебе. Спасибо.